Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. В Саммаре в День России планируют перекрыть сразу четыре улицы в районе площади Куйбышева. Так, 12 июня с 4 утра и до 11 вечера движение будет ограничено на улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской и Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской. Эти участки на время празднования станут пешеходными. Кроме того, здесь же будет запрещена остановка и стоянка транспорта. 6 часов вечера 11 июня до 11 часов вечера 12 июня. В Самаре изменилось время и даты перекрытия улиц Печорской и Мариса Тореза. Напомню, там планируют работу по перекладке теплотрассы. Так, движение перекроют с 12 часов ночи 11 июня до 5 утра от 15 июня на улице Печорской от 4 проезда до Ивана Булкина, в том числе на перекрестке с улицы Авроры. А с 3 часов дня 11 июня до 12 часов ночи 14 июня нельзя будет проехать по улице Мариса Тореза в районе дома номер 33. Это пересечение с улицей Мяге. Таким образом, период действия ограничений немного сократили. Более 4,5 тысяч самарских выпускников сдают ЕГЭ по физике. В этот же день единый госэкзамен проходит и по истории. Эти предметы в регионе выбирают чаще, чем в среднем по стране. Чем обосновывают такой выбор сами учащиеся? Расскажем далее. Выпускница регионального центра для одаренных детей Ангелина Малыгина мечтает стать архитектором. Говорит, из родного города уезжать не собирается. Будет поступать в Самарский вуз. Правда, куда конкретно, пока не решила. Говорит, к экзамену по физике готовилась основательно, не без участия педагогов. Многие люди считают, что физика должна даваться легче мальчикам. Но я готова с этим поспорить. Любому человеку будет интересно понимать законы природы и находить их технологическое и экономическое применение в жизни. Я хорошо готова к ЕГЭ и надеюсь, что все получится. Современные выпускники в приметы не верят, а все больше рассчитывают на собственные знания. Большинство ребят уже давно определились с выбором профессии. Буду поступать на химикоинженера, на геодезиста нефти и газа, на химические технологии, энергосодержащих в соединении азота. Ну, на большинство направлений, где нужна и физика, и химия. Гений срождается на стыке наук. Потому что интересно, всегда хотелось узнать, как работает энергопромышленность в нашей стране. Хочется двигать это все вперед и открыть что-то новое в этой сфере. Физику самарские выпускники выбирают чаще, чем в среднем по стране. И это вполне объяснимо. В Самарском регионе развиты кластеры машиностроения, авиастроения, нефтехимии. Поэтому такие показатели оправданы в силу специфики территории. Этому предмету всегда было высочайшее внимание здесь, в регионе. И я хочу сказать, что мы находимся в ситуации, когда мы один из немногих регионов, где такое количество детей выбирает физику. Потому что если наши показатели всегда за 30% от общего числа сдающих, то средняя история по стране выше 20-22 никогда не поднимается. Поэтому физика для нас крайне-крайне интересна. И нам очень важно, чтобы те дети, которые пришли сдавать, а сегодня там более 4,5 тысяч, почти под 5, должны прийти сдавать, все бы преодолели минимальную границу. Будем ждать вот этого результата, но, конечно, нам хочется высокобальников. Выпускники уже прошли проверку знаний по географии, химии, литературе и русскому языку. По этим предметам результаты станут известны уже на следующей неделе. При этом впереди ЕГЭ по обществу знанию иностранным языкам и информатике. Стоит отметить, по итогам прошедших экзаменов, с ЕГЭ пришлось удалить двух выпускников. При себе у них обнаружили запрещенные на экзамене предметы. Телефоны, справочные материалы. Эти ребята в этом году не смогут получить аттестат и поступить в ВУЗы. Ексер Алексеев, Дмитрий Лукин, СТВ. Жители верхних этажей дома номер 84А по улице Гагарина уже устали зависеть от погодных условий. Во время дождя в их квартирах настоящий потоп. И так на протяжении нескольких месяцев, говорят люди. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Это тот случай, когда погода в доме полностью зависит от прогноза гидрометцентра. В этой квартире с ужасом ждут очередного дождя. Говорят, во время ливня вода течет прямо по люстре. «Крыша текет во время дождя любого слабого, сильного. Причем текет в последнее время, так сказать, самым страшным образом. Во многом отражается на потолке. На последние два буквально сильных дождя вода текла через люстры. Естественно, свет включать – это самое страшное дело. Поэтому приходилось как-то без света обходиться». Люди подозревают, что во время очистки снега и наледи рабочие повредили шифер. Жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам. Но там лишь обещают проблему решить. «В ЖЭУ изначально говорили, да, вы в очереди, ждем заказа материала. На той неделе звонил, в пятницу они сказали, материал якобы пришел. На этой неделе должны уже начать ремонт. Вчерашний мой звонок в очередной диспетчер явно дала понять, что это будет не скоро. Сказала, материала вновь нету. Наша очередь опять передвинулась. Делать они ничего пока не будут, не могут. Поэтому делайте как хотите, ждите». Жители переживают. По прогнозу погода снова дожди. А это значит, квартиру снова может затопить. Людям приходится ограничивать свои поездки за город. Ведь сильная влажность в квартире может спровоцировать короткое замыкание. Екатер Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарском онкоцентре почтили память заслуженного врача России Владимира Сухарева. Там открыли мемориальную доску в честь выдающегося доктора. Более 30 лет он возглавлял онкологическую службу региона. И именно он настоял на возведении нового здания онкодиспансера. Подробнее далее. Он оперировал даже безнадежных, вспоминают коллеги. Владимир Сухарев более 30 лет возглавлял онкологическую службу. При этом работал главным онкологом регионального Минздрава. Совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной. Владимир Сухарев еще в далеком 2000 году поднял вопрос о возведении нового здания онкоцентра. Сегодня ни один заведующий не может искать, что он не является учеником Владимира Михайловича Сухарева. Все и ветераны, и молодежь, все учились в той или иной степени у него и являются продолжателями того доброго дела, которое он создал. Которое, я надеюсь, будет жить долгие годы. Владимир Сухарев для многих был не просто главным врачом, но и другом, наставником и учителем. К нему приходили за советом, и для каждого он мог найти мудрые слова, вспоминают коллеги. И это очень здорово, что наш рабочий день будет начинаться с портрета Владимира Михайловича. И что фасад вашего здания теперь будет прошат Владимира Михайловича. И большая благодарность нашему руководству за то, что это инициатива тоже поддержала. Выдающийся онколог Владимир Михайлович ушел из жизни в возрасте 79 лет. Теперь дело всей жизни продолжают его дочь и внучка. В честь медицинского работника хотела пожелать всем огромного здоровья. Благополучия, счастья и всего-всего хорошего. Юлия Фролова, Павел Воймаков, Олег Галочкин, СТВ. В регионе подтвердили еще 59 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 21 человек. 12 в Тольятти, 6 в Сызрани. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65 515 случаев коронавируса. Из них 62 530 человек полностью выздоровели. Увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией – до 2074 человек. За сутки жертвами ковида стали еще 14 наших земляков в возрасте от 37 до 83 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Задержание незадачливой воровки в Жигулевске, проверка ночных клубов в Самаре и ДТП, в результате которого пострадал подросток. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Подросток пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 3 часов дня 10 июня на пересечении улиц Полевая и Волжского проспекта. По данным ГИБДД, при подъезде к пешеходному переходу 35-летний водитель иномарки не снизил скорость и машина сбила велосипедиста. 16-летний подросток пересекал проезжую часть, не спешившись. В результате ДТП он получил травмы. После оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, по данным полиции, водитель легковушки не имел прав. По данному факту проводится проверка. 8 человек задержаны, трое из них привлечены к административной ответственности. В Самаре полицейские продолжают проводить профилактические рейды, направленные на выявление фактов незаконного употребления и распространения наркотиков. Проверки проходят в развлекательных заведениях с массовым пребыванием людей. Очередной рейд провели в одном из баров в Самарском районе, а также в ночном клубе на Ворском проспекте. Полицейские проверили все помещения. Наркотиков обнаружено не было, а вот некоторые гости были под их воздействием. Трех человек привлекли к административной ответственности. До двух лет лишения свободы грозит 63-летней жительнице Жигулевска, которая, придя в магазин за продуктами, решила прихватить чужой мобильный телефон. Аппарат принадлежал продавцу магазина. В этот момент он занимался выкладкой товара, а телефон оставил на витрине. Но вскоре его забрала покупательница. Установить ее личность удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения. В Самарской области завершилась 11-я детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии. Как всегда, этот музыкальный праздник прошел под патронатом арт-директора академии, прославленного артиста и дирижера, народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. Подробнее в нашем материале. Егор Новиков на этот музыкальный праздник приехал из Ташкента. Говорит, участвует в детской музыкальной академии уже в третий раз. И каждый раз это новые знания и масса впечатлений. Это вся атмосфера, это жизнь, там постоянно все кипит. Утром встаешь, завтрак, уходишь на мастер-классы, там занятия, приезжаешь, обед, уезжаешь в соседний город какой-то на концерт, все график весь забит. Но с одной стороны устаешь, конечно, но с другой стороны как-то интересно на самом деле все. Это все-таки действительно опыт педагоги очень грамотный. Наш педагог, в частности Никита Андреевич Ваганов, он солист Мариинского театра. И с ним заниматься вообще, это многого стоит, большая честь. Детская музыкальная академия под патронатом народного артиста Советского Союза Юрия Башмета это комплекс образовательных занятий и мастер-классов для одаренных детей. Их проводят выдающиеся деятели в сфере музыкального искусства. В этом году любовь к классике объединила более 70 юных дарований из Самарской области, Москвы, страны СНГ и Балтии. В течение недели занятия проходили по семи специальностям. Фортепиано, скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара. Главное, что они вдохновляются и становятся музыкантами. Потому что действительно ребенку очень трудно доказать, что он должен каждый день много работать, чтобы стать хорошим музыкантом. Только потом часто приходит это осознание, что это действительно нужно, что это действительно важно, что у него есть талант, который нужно развивать. Именно такие летние академии вне стен школы, вне стен обычной рутины помогают детям вдохновиться и получить тот заряд творчества, бодрости, соприкосновения с великими мастерами. Организаторы отмечают, многие из выпускников академии прошлых лет уже достигли больших профессиональных высот. Екатер Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код, сканируйте камеры приложения. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...